библия говорит драгоценным вас приветствуем нашей передачи библия говорит и прежде чем мы начнем хочу попросить поставьте лайк вы знаете вот это вот маленькая взаимодействие с нами играет колоссальную роль в распространении слова божьего сегодня в ю тубе youtube просто автоматически начинает распространять намного шире эти программы алексей лисич вопрос оксана задает очень хороший вопрос она ведет работу с неверующими людьми беседует и вот есть вопрос на который не знаю как ответить одна из моих неверующих подруг задает вопрос если богу пришлось использовать жертву христа для спасения значит бог не мог безусловно по своему желанию спасти людей значит ли это что бог все-таки не всемогущий и может не все этот вопрос давно уже поднимался обсуждался много раз разными философами ну например один из подобных вопросов этот вопрос содержит себе внутренние противоречия один из подобных вопросов которыми философы пытались доказать невозможность всемогущество бога может ли бог создать такой камень который сам поднять не сможет то есть этот вопрос сам в себе содержит вот этот логический трюк которыми люди пытались пытаются каким-то образом но отодвинуть или объяснить как бы невозможность того что бог действительно всемогущий в действительности когда мы посмотрим на спасение который бог совершает через иисуса христа это наоборот очень яркая иллюстрация нескольких важнейших качеств бога самый первый из них уже был назван это в божье всемогущество то есть бог в действительности достигает своих целей но когда речь идет о всемогуществе божьем это не значит что бог действует абсолютно хаотично что его всемогущество оно само по себе существует мы именно к такой интерпретации имеем тенденцию но в действительности божье всемогущество это часть его характера которые наряду с этим имеет несколько других один из них это божья абсолютная праведность что это значит это значит бог абсолютно точен он истинен это очень важный фактор который виден в окружающей нас природе который виден в математике который виден как устроена вселенной вселенная абсолютно точно есть некоторые константы которые регулируют вообще управляют вообще всей физикой и космосом и если ты эти константы чуть-чуть изменишь то жизни будет и вообще существование вселенной будет невозможно то есть речь идет о том что вселенная она очень точно настроена fine тендент по-английски вот и это говорит о том что бог очень точен во всем он сам в себе точен вот почему везде на боге написан праведен праведен он свят он абсолютно точен кроме того что бог праведен бог еще и написано бог есть любовь бог бог очень любящий бог кроме того бог очень мудрый бог и когда мы говорим о спасении через иисуса христа вот здесь и проявляется божье всемогущество то что он находит выход в самой сложной ситуации тогда когда люди сами обреклись себя на вечную погибель но бог находит вариант как их спасти от вечной погибель хотя это стоит ему того что он должен отдать часть себя вторая личность божественной троицы божий сын спускается на землю становится человеком живет в ограничениях тленного земного мира принимает на себя грех человеческий несет полное наказание за этот человеческий грех страдает и умирает за человеческий грех только для того чтобы победив грех дьявола и смерть вырвать человека из оков тление и греха и поднять его в славу небес славу божественного существования и вот это все демонстрирует как раз все то о чем мы говорим божье всемогущество его абсолютную праведность его огромнейшую любовь более того его поразительную мудрость то есть когда мы видим то что бог сделал через иисуса христа это не только не умаляет его всемогущество а это наоборот поднимает его всемогущество вместе со всеми остальными качествами его божественной личности до мог же господь просто взять и спасти мог но и мы бы не увидели всей этой красоты когда ты говоришь мог бы вот 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 смотри вот смотри когда мы говорим а вот в этом смысле мог бы вот может ли быть круг квадратным нет 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 почему потому что тогда это не круг тогда это прямоугольник то есть когда мы или квадрат то есть когда мы говорим о том что мог ли бы мы мы сразу же допускаем хаотичность и отсутствие связи вообще со всей остальной реальностью то есть когда мы говорим что бог мог бы конечно мог но он может вместе со своей праведностью и со своей любовью и со своей мудростью и со своей святостью его всемогущество взаимосвязано со всеми этими качествами и когда он действует он не действует просто как хаотичный знаешь джин из бутылки которые которые ни с чем и ни с кем не связаны он он просто хаотично существует реализуя чьи-то желание он у бога ясное желание спасти людей но это желание она функционирует в рамках того кто бог есть смотри это вообще это 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 феноменально важный вопрос почему потому что иначе ты не можешь гарантировать вечного блаженства с богом в иисусе христе потому что если ты не отвергаешь божью праведность или она менее значимой отвергаешь божью любовь и отвергаешь его премудрость а просто его всемогущество то тогда ты не знаешь что он захочет через год но в данном случае мы точно знаем бога как неизменного бога почему потому что он праведе поэтому вот такое мышление когда он мог бы взять и сделать она умоляет упрощает божью личность то кем он является в самом деле спасибо алексей лисеевич хороший емкий ответ если вы получили благословение дорогие если получили ответ поделитесь поделитесь с вашими близкими друзьями пусть это истина распространяется еще более широко и не забудьте поставить лайк нажать на колокольчик чтобы не пропустить ни один новый выпуск а на сегодня все храни вас господь